И дети сами проживают, а здесь нет? Мы проживали сейчас и находятся в Грузии. Часто здесь. Скажите, ваш комментарий по вообще ситуации, которая происходит? Я знал, что такое случилось. Это должны быть слабыми. Соблюдны. А остальные это нам не касается. И не надо на нас, мы не крайние, чтобы не находились. Вот это моя служба. Скажите, а вы давно знаете подозреваемых двух других? Чего? Двух других подозреваемых вы давно знаете? Вы их знаете вообще? Как этот подозреваемый, который сейчас проявил, этот инвалид, он наш друг ими всегда помогает ему. Потому что он порядочный человек, он всегда... Я рядом с ним ничего личного не замечал. Я то я не находил. Я всегда, если с ним, там там личного не бывает. Потому я находился рядом с ним. Мы поехали в город, вернулись. И четыре квартала дальше проехали город. И что, если там проблема? Может, вы находились там. И нас тоже должны работать. А что вы делали в тот момент, ну вот, на Успенской? Вы говорите, что были рядом. Подъехали, остановились, должен был человек приходить. Поговорили и уехали домой. Все, больше ничего. Потом кофе попили, заехали на заправке. Там везде есть камеры, везде на дорогах. Ваше государство скупилось. Вот тут проверяют камеры и увидят, где мы ходили и что мы делали. А как вы узнали, почему вы приехали в РУВД? Откуда вы узнали, что вас в чем-то подозревают? Потому что сказали, что ваши телефоны там находились. Ваши телефоны тоже может находились там, да что мне делать сейчас? И находились четыре квадрата туда, там же. Откуда я знаю? Я приехал. Только что-то хотел уже, раненого листа, это ваши их не ищут. А то, что якобы дома пистолет нашли? Я сказал, что вы знали, в субботник, в полдельный вечер я сам подъехал там. Что только я узнал, я сам подъехал. Хотел узнать, что вы, я же не пришел никогда. Ну я, честный гражданин человек, я сам взял и пришел там. Вместе с инвалидом. Вы сказали, что вы что, вот проверяйте все. Вы дали все, что у нас есть, чтобы не проверять. Сам очень интересно. Хорошо.